Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 8 января. Давайте с вами посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что евро, британский фунт отреагировали вначале резким снижением на вышедшую статистику по изменению числя занятых в незахозяйственном секторе США. Но затем рынки очень быстро отыграли это падение. Очевидно, что все-таки та слабость евро, которая у нас наблюдается с начала этого года, не может так долго быть. Все-таки многие участники рынка ставят на то, что федеральная резервная система вполне вероятно около шести раз в этом году понизит процентные ставки. Первое снижение ожидается уже в марте этого года и видим, что даже на фоне хорошего и сильного рынка труда, который рано или поздно все равно пошатнется, данные по индексу той же деловой активности в секторе услуг АТСМ в США просто свидетельствовали минимальный рост 56% против 52,7% и видим, что показатель в ближайшее время может и вовсе опуститься ниже уровня 50 пунктов, что будет свидетельствовать о сокращении активности, а это уже довольно серьезно для американской экономики, даже несмотря на то, что рынок труда продолжает демонстрировать силу и в декабре было создано 216 тысяч рабочих мест новых против 173 в ноябре этого года. Мы видим, что евро и фунт после данных от АСМ довольно крупно прибавили в весе по отношению к американскому доллару, но затем у нас рынок стабилизировался, все вернулось в рамки бокового канала, который у нас наблюдался последние три дня, и я думаю, что необходимо опираться именно на эти уровни. Но прежде чем разобраться с технической картиной, давайте с вами посмотрим в экономический календарь. Напомню, что в прошлую пятницу также вышли у нас данные по инфляции в еврозоне. Там, хоть она и не дотянула до уровня 3% в декабре, как ожидали экономисты, но составила 2,9% в декабре против 2,4% в ноябре. Опять же, рост инфляции позволяет европейской валюте сохранять силу, сохранять стойкость в паре с американским долларом, и опять же, это является моментом в пользу того, почему евро не сильно просел после выхода довольно неплохого отчета по американскому рынку труда, и почему так быстро выгребли минимумы. Это, скорее всего, жесткая политика, которую европейский центральный банк сохранял в конце прошлого года, и продолжится в начале этого, и очевидно, что евро за счет этого будет, если не укреплять свои позиции, то как минимум сохранять их, торгуясь в районе уровня 1. Теперь, что касается у нас непосредственно фундаментальных данных. Видим, что сегодня публикуется по сальдо баланса внешней торговли, изменение объема заказов промышленности Германии, и выходят у нас данные по индикатору уверенности инвесторов, прогнозируется его небольшой рост, его рост отрицательного значения, и выходят у нас данные по изменению объема урочной торговли за ноябрь этого года. По всей видимости, не так сильно они будут волновать трейдеров, как более свежая статистика, но, опять же, нужно посмотреть, если урочная торговля в еврозоне продолжит свое сокращение, то очевидно, что это определенным образом отразится на инфляционном давлении, которое более-менее приходит в норму в последнее время в еврозоне, позволяя экономике, пускай и не избежать рецессий, но, как минимум, пройти ее довольно мягко. Никакой важной фундаментальной статистики по Соединенным Штатам Америки не публикуется. Объем потребительского кредитования, выступление Рафаэля Бостика запланировано. Наверное, это одно из первых выступлений представителей ФРС, которые у нас будут в этом году. Поэтому посмотрим, как политик видит текущее состояние рынка труда, текущее состояние экономики и изменится ли тон заявления представителей ФРС после пятничных данных по американскому рынку труда. Теперь, что касается непосредственно технической картины. Видим, что торговля после даже не такого довольно серьезного, интересного всплеска волатильности остается в рамках бокового канала. На мой взгляд, 0,916 для пары евро-доллар будет подходящим уровнем для открытия длинных позиций. Формирование ложного пробоя здесь, точка входа, и рассчитывать можно на коррекцию к 0,958. Аналогичная ситуация здесь для продавцов. Защита этого уровня ложный пробой, сигнал на продажу. Если медведи собираются заявлять о себе в рынке, конечно же, нужно забирать 0,916. Прорыв с обратным тестом снизу вверх приведет к возврату уже на минимум прошлой недели. Это 0,879. Ну, а выход за пределы этого диапазона откроет дорогу к 0,834, где посмотрю покупки на отскок с движением 35 пунктов. Если же действовать сегодня более активно будут покупатели, то на прорыв с выходом выше 0,958, обратный тест сверху вниз, отсутствие здесь активности медведей. В первую половину дня все это приведет к рывку на 0,996 и может позволить все-таки выстроить покупателям восходящую коррекцию в начале этой недели, что приведет к 10,35, где посмотрю продажи на отскок с движением в 35-40 пунктов. Теперь, что касается британского фунта. Аналогичная здесь история, но не удалось обновить в пятницу минимум недели, но более активно проявили себя покупатели, и здесь ситуация пока на их стороне. Конечно, хотелось бы увидеть движение на 26,80, защиту ложной пробой на этом диапазоне. Хорошая точка входа в длинные позиции, на мой взгляд, будет. Ну и нужно покупателям забирать, хотя бы закрывать день выше 27,27. Прорыв обратный тест сверху вниз этого диапазона. Точка входа в длинные позиции с движением уже к 27,67 и даже 27,98, где посмотрю продажи на отскок с коррекцией 25-30 пунктов. Короткие позиции 27,27. Буду смотреть при формировании ложного пробоя, либо аналогичный ложный пробой на 27,67. Ну и основной задачей медведей, как вы понимаете, будет возврат ниже средних скользящих. Возврат под контроль 26,80. Прорыв с обратным тестом снизу вверх этого диапазона приведет к 26,42 и 26,12, что, конечно, маловероятно, так как сегодня сильной волатильности я не ожидаю. Покупки от 26,42, ровно как от 26,80, буду смотреть только при формировании ложного пробоя, либо на отскок от 26,12, как это было в прошлую пятницу. Всем удачи!